Ну что, всем огромный привет, с вами снова я, Квасин. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Зацените внешний вид, роскошная бриллиантовая калия с жемчугом, брошка новая с жемчугом. Специально откладывал это видео, короче, чтобы все напялить и быть прямо там королевой Лизой с вами, поняли? Вот, ну в общем, заценивайте лук, ставьте лайсы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, на телеграм-канал, поняли? Вот, а мы с вами начинаем. Сегодняшний обзор у нас будет на офигительный, но не популярный раскрученный бренд. Это Альфа Тиф Студио, вообще, их много кто слышал о них, о них много кто знает. Но их практически никто не нюхал. Будем эту ситуацию исправлять, потому что действительно ароматы просто наипрекраснейшие. Поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки и не забывайте, что это видео всегда снято с поддержкой сайта парфюмерии Косметики РНТВ. Поэтому пользуйтесь моим промокудиком на скидку 10% на весь ассортимент. И берите мой роскошный боксик ароматы с ой-эффектом, где 8 моих фаворитов. В миниатюрном формате, который вы попробуете офигеть, офлаконите. Вот, и будете молить о пощаде, чтобы я вам больше ничего не советовала. Ибо вы разоритесь. Давайте, в общем, начинать. В презентацию коробки вы это можете посмотреть на распаковке. Распаковка у нас была недели 3 назад, наверное. Ну, отмотаете, найдете. А сегодня у нас прям будет конкретный обзор на 8 ароматов. Поняли? 8 и не 10? Да, он 8 ароматов. Нет. 9 ароматов. Слушайте, может, тут сейчас и 10 найду? Может, их 10, а не 9? По-моему, да, 9 их, девчонки. Забыл один. Боже. Ну, все, давайте начинать. Начнем с чего мы? Давайте мы начнем с самой мне понравившейся линейки. Это шоты. Это шоты. Вот они. В кожаных таких чехольчиках шоты. С чего начнем? Давайте начнем с моих безоговорочных фаворитов, от которых я просто в шоке. Это, конечно, Violet Shot, девочки. Violet Shot, Alphatif Studio. Это лучшая фиалка на планете, девочки. Я нигде не слышал лучшие фиалки. Это не фиалка. Это невероятная роскошь. Это, знаете, фиалка с зеленым листом, с кожаным таким вот моментом. Ну, роскошная фиалка. И, знаете, у меня была фиалка, фаворит, Violet Blonde, Tom Ford. Все. Violet Blonde, Tom Ford теперь не фаворит. Вот мой фаворит, девочки. Violet Shot. Лучшая фиалка на свете. Сдобренная таким, знаете, горьковатым оттенком, листом. Фиалки, знаете, горечь такая вот травянистая. В базе кожа такая, знаете, мягкая. Ну, просто, ну, роскошнейший. Прям нечего сказать. Лучшая фиалка на планете. Лучше я не пробовал. Вот серьезно. Я обожаю ноту фиалки и ириса. Это просто нет слов. Это шедевр. Фиалковый шедевр. Кто тоже любит ноту фиалки, обязательно обратите внимание. Дальше ирис. Ирис тут немножко все попроще. Потому что ирисов у меня много. Да и фиалок много. Но с фиалками тут вообще безоговорочный фаворит. Ирисов у меня много. Этот ирис очень хороший. Вот. Он, ну, даже, наверное, тоже один из лучших. Потому что тут, знаете, ну, вот только ирис. Ирис. И такая, знаете, и пудрова здесь не бабкинская. Пудрова здесь очень такая удобоваримая, уместная. Ну, да, роскошный ирис. Наверное, все-таки даже, да, лучший тоже у меня из ирисов. Хотя и Лорен Мацона мне очень нравится ирис. И много других у меня ирисов, ароматов. Этот тоже очень хорош. Вот, тоже, он, знаете, сложно отделимая на ноты история. То есть, сложно сказать, что тут именно намешали. Но тоже как будто здесь есть такой кожаный небольшой оттенок. Вот, какая-то небольшая шафрановость. Вот что-то в этом духе. На старте немножко присутствует какой-то даже лимоновый цвет. То есть, цветы лимона, апельсина, что-то такое. Ну, ирис тут роскошный. Ну, практически моно-ирисовый аромат. Но насыщенный. Ну, король ирисов, знаете. Тоже очень он меня взял за душу. Вот их сложно описывать. Поняли? Роза. Роза шот. Ну, наверное, тоже, да, это лучшая в своем роде роза. Вот. Роза, причем здесь холодная. Холодная такая, отрешенная. С иголками. Ну, розище, прям, знаете. Прям роза-розище. Если вы думаете, что это какой-то... Вы здесь не услышите розы, то вы ошибаетесь. Это аромат прям про розу. Но в окружении, знаете, таких вот зеленых тоже листьев, в окружении зелени и колючек. Аромат такой колючий, холодный, отрешенный. Роза здесь прям трушина. Прям реально, как будто вкус розы. Но не болгарщина. Это меня радует. Я вообще не люблю, как пахнут вот эти болгарские масла. Вот эта вот вся история. Ну, серьезно, болгарская роза заебала. Тут тоже есть болгарская роза, но она здесь совершенно так, вы знаете, между делом на бэк. Роза тут какая-то другая, не вот эта банальная. Вот. На Томфордовскую розу вот эту тоже не похоже. Мне Томфорд не нравится. Очень хорошая носибельная роза. Наверное, все-таки, да. Из ароматов про розу тоже лучше. В моем коллекшене. Ну, вот целых три фаворита. Ну, вот что фиалка, что юрис, что роза. Ну, просто опизденительная. Ну, просто опизденительная. Дальше, девочки, шипршот. Вот шипршот оказался у нас не такой уж прям и шипровый. Ой, видели? У меня там еблетик отразился в кружочке. Смотрите. Ну, видели, да, на секунду. Шипршот оказался не такой уж прям и шипровый. Это у нас аромат про амбру. Про амбру. Куча специй. И по мере раскрытия вылезают уже, знаете, дубовые мхи. Какие-то лепесточки, лишайники. Дубовая вот эта кора деревьев. Почули какие-то влажные. Вот эта вот вся история. Поняли? Ну, изначально это стартует таким вот прям специевой амброй. Прям супер такая, знаете, согревашка на зиму. Вот так волосы уйдите. Надо колье показывать. Поняли? Супер такая согревашка. Специевая с амброй это поначалу. И только потом начинают такие вот шипровые какие-то базовые штучки вылезать. Это тоже хороший аромат, но это не вай. Это не вай. Это так, это хорошо. Но здесь я уже, у меня матка не выпала. Матка на месте. Поняли? Тоже хороший. Кто ищет шипровый аромат в интересном окружении, с интересными сочетаниями, то рекомендую. Я тоже люблю шипры, но я люблю такие, знаете, бабкинские шипры, которые сразу в нос вам ногой дают и все, и пошли-поехали. А тут же прям интриги такие интриганские, амбровые. Поняли? Даже где-то с шоколадными оттенками. Вот эта вот история, кстати, показываю. Это кожаный чехольчик. Вот, вот так вот выглядит флакончик без чехольчика. Не знаю, зачем вам эта информация, но пусть будет. Поняли? Так вот выглядит флакончик без чехольчика. А остальные, в принципе, выглядят так же. Вот, а на этот надевается у нас чехольчик и выглядит посимпатичнее вроде, да? Вот так вот. Сам чехольчик это не снимается. То есть, тут нужны усилия, чтобы его надеть. Боже, я его надену обратно или нет? Вопрос дня. Боже, девочки. А я его надену обратно-то. Он что-то так это скукожился. А ну вроде все, вот полезло дело. Видите? Такой презерватив типа. Боже, нашел занятие, чем заниматься в кадре. Ну ладно, давайте напяним. Видите, раз и готово. Одели флакончик обратно. Дальше давайте классической линейки. Шипер, шоты, вот эти все шоты линейка, она была яркая. Она прям насыщенная. То есть, вы знаете, стойкость у всех очень хорошая. Шлейф тоже, ну, отличнейший. То есть, нету такого, что вы нанесли и перестали себя это слышать. Тут такого нету. Поняли? А теперь классическая линейка. Она в таком вот оформлении. Классика у меня в полтинничках, девочки. И мальчики. Но я напоминаю, даже мальчики, которые смотрят мои видео, у них рано или поздно вырастает матка. Поэтому будьте к этому готовы, мои мальчики. Поняли? Вырастет большая, здоровая, красивая, классная матка у вас. Достаточно посмотреть от 10 видео. 10-20 видео и все вам обеспечено. Давайте, в общем, начинать про классику. Что я вам так говорил? Что шоты, они яркие. А классика, она у нас более-менее потише. Она поспокойнее. Она как-то вот так вот поигривее. Давайте начинать с моего фаворита. Флэшбэк. Ну, это, знаете, типа, как это называется? Маст хэв в бренде. Многие, кто выбирает именно флэшбэк. Почему? Потому что он нереальный свежак. Он нереально красивый свежак. Вы знаете, изначально это прям такой взрыв неролей. Взрыв неролей. Апельсина, мандарина, лимона. И каких-то, знаете, белых цветов. Таких вот, но лайтовых. Поняли? Раскрывается это, знаете, в какой-то мускус. Иссу и супер. Вот такую вот историю какую-то даже молекулярную. И база такая сандалиста. Он мне прям очень понравился. Я его носил на тренировке. Вообще радовался. Он прям, знаете, дает какой-то заряд энергии. Действительно, очень хороший свежак. Но это свежак, знаете, не мужской, не женский. Он прям унисексовский. То есть, если вы там вспрели, если вам хуево душно. Но он вот реально, знаете, антидухота. Как-то он заряжает энергией. Такой взрыв какой-то свежести дает, знаете. Мне прям понравилось. Но это свежачок. Не знаю, любите ли вы свежачки или нет. Мне нравится иногда по настроению. Но это очень хороший свежачок. Действительно, за него можно выложить такую сумму. В люксе я даже не знаю таких свежачков, чтобы были такие классные нероли именно. Нероли здесь улетные просто. Дальше, девочки. Дальше давайте Steel Life. Спокойная жизнь, да, вроде переводится. Steel Life. Спокойная, смирная жизнь. Вот у меня, знаете, горе, у меня закончились блотеры вообще все. Давайте на такую бумажечку пшикнем. Это, короче, у нас пахнет деревяхами. То есть, знаете, это такая деревяха, которая мягкая, нежная, сандалистая. Короче, давайте со старта. Стартут лимонный. Бергамотный. Вот прям, знаете, такой кисленький. Тоже очень приятно. Тоже, ну, как свежак, знаете. Тоже как флешбек он, в принципе, стартует. Раскрывается он в такую, знаете, очень удобоваримую деревяху. Вот сандау. Вот, знаете, спил дерева. Береза. Как лесоповал. Такой вот тихий, тихий, тихий. И флешбеком у него идут такие звенящие цитрусы. То есть, знаете, жизнь действительно с ним спокойная. Тоже, знаете, качественный аромат. Качественно сделал. Нанес и мозги не ебешь вообще никому. Приятно. Носить хочется. Это главное. Это вам не вырви нос. Вообще не в рот ногой пизду нарыла. Вот. Это просто ты носишь и кайфуешь. Вот. Больше, чем уверен. Флакон, короче, я сношу и все будет окей. Дальше, девочки. Вот мы с вами обозрели флешбек. А теперь флешбек и Нью-Йорк. Поняли? Это типа подразделения флешбека. Флешбека в фланкер, только Нью-Йорк. Поняли? Он мне вообще огурцами пахнет. Вот знаете, огурцами. Я потом залез, короче, почитал отзывы на него. А он, оказывается, типа похож на Фаренгейт. Поняли? Он, оказывается, типа должен быть похож на Фаренгейт. Но Фаренгейт я особо не помню, но он мне дико не нравится. Вот. Ну, и тут, в общем, у нас какая история. Тут у нас тот же самый старт. Что-то типа нероли, цитрусики, такие моменты. А раскрываются, ну, знаете, тоже в деревяху. Вот. С каким-то таким вот соленым моментом. Ну, действительно, как будто огурцы. Деревяха, огурцы плюс алкоголис. То есть, знаете, что-то какой-то виски вместе с деревяшкой тут присутствует. То есть, какая-то такая вот история. И что я вам хочу сказать. Эти ароматы из классики, они намного спокойнее. Вот. И они поорали. То есть, знаете, первые 10 минут они орут. Потом они успокаиваются. Они как будто сливаются с вашей кожей. И они прям, знаете, такие уютные, такие хорошие. Что же даже вот этот вот, который типа на мой ненавистный Фаренгейт, похож я тоже это поносил с лыбой на лице. Это очень приятный, такой удобоваримый. Даже эти малосольные огурцы классно вписывались после душа. То есть, знаете, ну кайф. Вот. В общем, знаете, что я вам хочу сказать? С брендом надо знакомиться. Действительно, очень хороший. Дальше. Люмьер Бланж, девочки. Люмьер Бланж. Обратите внимание, какая здесь интересная водичка. Она тут какая-то мутненькая. Такая вся мутненькая, прикольненькая, интересненькая. Это у нас про что аромат? Это у нас вообще типа категория аромат и чистоты. Аромат и чистоты. Вот это вот все, все такое. И действительно, очень приятно. И хуй разберешь, чем пахнет. То есть, знаете, специя. Специя. Лимон. Какая-то сластюшка, знаете, вроде, как будто какие-то цветы фруктов здесь присутствуют. Бергамот и вот специя. Специя. То есть, какой-то кардамон. Какой-то такой вот перец. И все это на таком вот чистом мускусе. Очень интересно, очень приятно. Я его, к сожалению, не успел поносить вот на улице. Вот в снега. Вот я его носил дома. Тоже было очень приятно, знаете. Тут, знаете, такая категория звенящая. Типа звенящая чистота со специями. Вот как-то так. То есть, звенят такие нероли, цитрусы. А в базе уже такие специи. Такая вот вся бадьян. Я тут здесь чувствую. Какой-то анисовые нотки. Сандалистость некую. Знаете, приятно. То есть, звенящая чистота плюс плотность таких специй. Интересно. Тоже сделан аромат. Прям кайф. Дальше, девочки. Dancing Light. Танцующий свет. Или как там это называется. Там же к этим всем ароматам даны еще и фоточки. И на фоточке этого Dancing Light там это. Северное сияние. И тут у нас, знаете, я вообще не понял даже, чем это пахнет. Но это мускус и многофрутье. Это мускус, многофрутье плюс фиалковые такие вот ноты с этими всеми фруктами. И очень интересная база из амбры, сандала и мускуса. То есть, знаете, сложно вот описать. То есть, многофрутье. Много здесь фруктов. И все настолько так же, знаете, очень грамотно сделано. Вот весь бренд, он очень хорошо сделан. Фиг вообще, короче, разделивших на ноты. Они прям действительно звучат гармонично. Их хочется носить. Их хочется слушать. Вроде, знаете, бренд нишевый. Но тут нету ни одной ядреной вонючки. Нету ни одной ядреной вонючки. Я это очень одобрял. Ненавижу вонючки. Здесь очень все носибельное. Поняли? Да, вот. И Дэнсинг Лайк действительно, вот знаете, ассоциируется он с каким-то таким блуждающими огонючками. Блуждающим каким-то таким вот светом. Очень приятный аромат. И девочки, хочу, чтобы вы познакомились с брендом. Заказывайте каких-нибудь отливантов, пробников. Найдите, короче, по тесту. Действительно, великолепный бренд. Действительно, хочется носить. Особенно шоты. Ну вот шоты, это первое, с чем вы должны. Особенно, кто любит фиалку. Маст хэв. Лучшая фиалка. Вот знаете, не тратите деньги на всякое говно. Вот возьмите один аромат, вы упадете. У меня много фиалковых ароматов. Сейчас в Альбом стоит 50 тысяч за 100 миллилитров. У меня вон стоит сотка. Поняли? Но это лучше. Вот ирис тоже великолепнейший. Шипрошот на любителя. Но если вы шипровая тетка, то рекомендую. Роза. Ну розище, блядь. Холодная. Холодная роза в зеленом окружении. То есть травинки, листочки, иголочки. Все дела. А роза тут тоже, конечно, хорошая. Тоже я носил по дому, кайфовал. Вот. А классическая линейка, конечно, для ценителей. Если вы хотите действительно гармоничные, хорошие, такие ароматы, чтобы мозги не ебать, просто нанес, ходишь, радуешься, то вот. Действительно, знаете, они нишевые, но они не противные, но очень приятные. Девочки, найдите возможность, потестите их, потестите и все. И вы поймете, о чем я. Ну а с вами был я, Квасин. Люблю, целую, подписывайтесь на телегу. Пишите, как вам Альфа Ти в студию. Вы меня с ним и познакомили в телеграме, мои телеговские тетки. Я даже помню, кто. О, Юля, не помню, Юля Аник, что ли. Юля А, тебе пизда. Поняли? За то, что ты разорила меня на это. Действительно, великолепный. Особенно шоты. Поняли? В телегу подписываемся и все делаем. Шоты тестим. Пишем, какая красивая смысл. Смотри, какое колье. Видите, какое колье. А брошка. Вы видели вообще такие брошки? Просто. Вот, не знаю, либо это мой подарок на Новый год. Не знаю, буду ли я еще на что-то тратиться. Вот. Видите, девочки? Вот кто, какие еще блогеры к вам так приходят в бриллиантных жемчугах? Никто. Это уважение. Ну, в общем, поняли, да? Ну, все, девочки, люблю, целую. До новых встреч. Пока-пока.